В Карелии назвали имя Человека Года. В Карелии назвали имя Человека Года. Церемония чествования лучших персон республики проходит в Карелии уже в 16-й раз. Человеком Года обычно называют того, чей вклад в развитие республики признан самым весомым. В разные годы почетное звание получали Виталий Федермессер, архиепископ Петрозаводский Карельский Мануил, многодетная мама Маргарита Фатеева, человек Года Прошлого, гимнаст Александр Баландин. Кто стал человеком этого года по версии правительства республики в нашем сюжете. Звание Человек Года присуждают с 1998 года. Самого достойного выбирает специальная комиссия. Я бы, конечно, хотел бы видеть какого-нибудь старого учителя. Я не против того, кому дают. Я считаю, что все расправедливо. Все эти люди много сделали для республики, для всех. Но мне кажется, что учитель нуждается в поддержке, а это тоже поддержка. И прежде всего, это признание заслуг. Спортсмен Антон Катков, лауреат Года, после серьезной травмы сумел восстановиться. Одним из самых важных в этом году считает выступление на чемпионате мира. Вошел в тройку призеров. А Человеком Года, скорее всего, выбрал бы тренера Сергея Петрова. Скажу, просто скажу одного, обидится кто-то другой. Ну, безусловно, я не могу сказать, что кто-то лучше. Тренером огромную работу проделал. То есть, это и его заслуга также. То есть, может быть, и он. Скромным назвал свой труд тот, чей вклад посчитали самым весомым. Не случайно именно в год карельского языка. Человеком Года стал поэт Александр Волков. Большего певца земли карельской, большего певца культуры карельской, наверное, нам сегодня не найти. Я бы хотел, чтобы читатели сохранились, они могут сохраниться только с помощью литературы. Потому что настоящие карелы, которые в деревне выросли, они исчезают, старухи. А молодежь, которая ходит в школы русские, они своего языка не знают или знают его кое-как. Александр Волков сказал, награда общая. Ее заслужили все, кто возрождает и сохраняет карельский язык и карельскую литературу. А тем, кто выбрал человека этого года, поэт адресовал бы, как сказал сам, все хорошие слова карельского языка. Юлия Кучеренко, Александр Борисов, телеканал Ника+. Молоко на вес золота. В республике заметно выросли цены на молочную продукцию. Даже компания «Славма», которая уже давно стала народным брендом Петрозаводской Карелии, удивила своих покупателей новыми ценами. Традиционный литр молока подорожал практически на 10 рублей. О том, что происходит на молочном рынке республики, наш следующий материал. Цены на молочную продукцию стали постепенно расти еще в октябре. За примерами далеко ходить не надо. Даже знаменитое «Славмовское молоко», которое по праву считается народным продуктом, на сегодняшний день подорожало уже на 10 рублей. Жители города возмущены. Цены очень кусаются. И я считаю, что пенсионерам это не под силу. Повышение, любое повышение. Очень тяжело. Здесь мы, да многодетным, это много значит. По-моему, и так цены большие довольно. Я против. Пока шокирующие ценники появились не во всех магазинах. Однако к 15 января новые цены на молочную продукцию окончательно захватят город. По словам директора компании «Славма», представители карельской обрабатывающей отрасли возмущены не меньше, чем покупатели. Дело в том, что петербургские фирмы предлагают нашим сельхозпроизводителям более высокие цены за сырье. В итоге молочным предприятиям республики приходится закупать молоко по ценам Петербурга. В результате мы получаем дорогое сырье. И если сырье дорогое, то, сами понимаете, будет дорогой продукция. Я не исключаю, что месяца через 2-3 цены пойдут обратно. Мы тоже не сторонники. Нам желательно лучше производить дешевую продукцию в большом количестве. Потому что мы зарабатываем на объемах, на переработке. Но в данной ситуации мы просто ничего другого предложить не можем. К слову, эта проблема уже приобрела общероссийский масштаб. По данным федеральных СМИ, цены на сырье и конечную продукцию российских производителей молока по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на четверть. Поскольку молоко входит в список товаров первой необходимости в ряде регионов, цены на этот продукт регулируют местные власти, в том числе с привлечением бюджетных средств. Однако в правительстве Карелии на молочную проблему внимания пока еще не обратили. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал Ника+. Сегодня в России профессиональный праздник отмечают спасатели. В 90-м году постановлением правительства был основан российский корпус спасателей, который возглавил Сергей Шойгу. В 94-м появилось Министерство по чрезвычайным ситуациям. А на следующий год указом президента был установлен праздник спасателей. История МЧС начиналась с 17 человек. Сейчас это уже сотни тысяч сотрудников. Карельские спасатели сегодня хвастались новинками техники. На выставке побывал Ефим Овчинников. Ко дню спасателя нашим пожарным сделали сразу несколько неплохих подарков. Самый крупный – современная полноприводная автоцистерна. Ее можно использовать при поисково-спасательных работах, ликвидации последствий аварий на дорогах и, конечно, на тушении пожаров. В ней имеется 3200 литров воды, 170 литров пенообразователя, пожарно-техническое аварийно-спасательное оборудование нового поколения. Она хорошо ведет на дорогах себе. Чувствуешь хорошо. Поэтому это не КАМАЗ, не ЗИЛ, не ГАЗ. Новую машину в деле пока не видели. Ровно как и пожарного робота, которого прислали нашим спасателям всего несколько дней назад. Таких роботов в России всего четыре. К нему подключают пожарный рукав. Робот тянет его за собой со скоростью 3 км в час. Машина оснащена видеокамерой, сама охлаждает себя в случае перегрева. Помимо тушения пожаров, ее применяют на ликвидации химических аварий. Ну и, конечно, главная задача робота – спасти жизнь пожарных. Наличие газовых баллонов, возможность взрыва, либо достаточно высокие температуры, либо нет информации, если какой-нибудь склад горит, нет информации, что там находится. То есть банально провести там разведку. Среди новинок и современный квадроцикл – эдакая мобильная мини-пожарная машина. Три огнетушителя, навигатор, радиостанция, лон, топор, лопата и все необходимое для оказания первой помощи. Идеально для тушения лесных пожаров. Он предназначен для разведки лесных пожаров. То есть, грубо говоря, ездить по кромке пожара и рассматривать, как далеко он ушел. Ну, я думаю, что его можно использовать еще в нуждах городских. И квадроцикл, и пожарный робот легко помещаются в один микроавтобус. Так что перевозить их на длительные расстояния не составит труда. Ефим Овчинников, Евгений Евдокимов. Телеканал НИКО+. Оперативные службы республики готовятся к Новому году. Что для большинства горожан. Шумный отдых, для них напряженная работа. Оперативные службы и республиканские коммунальщики заявили о своей готовности разобраться с любыми экстремальными ситуациями в период новогодних праздников. Новый год для оперативных служб. Время повышенной готовности. Все силы и средства карельских подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций готовы к работе. В Новый год и на Рождество в Карелии запланировано огромное число праздничных мероприятий. Всего в республике разного рода праздники будут проходить на 425 объектах. Почти треть из них с участием детей. Все места проведения праздников проверят. В состав боевых расчетов ежедневно будут включены 345 человек личного состава и 130 единиц техники. В случае необходимости их число будет увеличено вдвое. Всего в охране общественного порядка будет задействовано около 4000 сотрудников органов внутренних дел. В первые дни Нового года ожидается легкое похолодание. На дорогах может возникнуть гололед. Поэтому в режиме повышенной готовности будут работать и дорожные службы. К Новому году новая кровь. Карелия присоединилась к общероссийской акции с Новым годом служба крови. В рамках которой жители республики могут поделиться своими эритроцитами, лейкоцитами и тромбоцитами с нуждающимися. Доноров будут ждать завтра на Пирогова 4. Как сообщили сотрудники станции, запасы крови в республике еще не истощены. Однако нехватку донорского материала карельские медучреждения все же могут почувствовать, особенно в новогодние праздники. Сложная ситуация с первой отрицательной группой, с третьей отрицательной группой. Приглашаем доноров, доноры отвлекаются, приходят. Потому что на выходные, на праздничные дни на замену переливания крови необходимо свежая кровь для водительных домов, для переливания детям. В рамках общероссийской акции с Новым годом служба крови в республике прошел конкурс детских рисунков. А завтра с 8 до 13 часов сотрудники республиканской станции переливания крови приглашают доноров в гости. Сдать кровь, а заодно получить новогодние поздравления и подарки. К слову, некоторые горожане решили не дожидаться субботы и посетили Пирогово 4 уже сегодня. Не знаю, захотелось попробовать сдать кровь. Первый раз сдать. Для того, чтобы поделиться своей кровью с нуждающимися, нужно быть жителем Карелии, иметь при себе паспорт и хорошее здоровье. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. В эфире новости и мы продолжаем. Новогодний подарок от нашего радио. Сегодня в прямом эфире создатели фестиваля живой музыки «Воздух» озвучили имена первых участников главного приключения следующего лета. Слово продюсеру фестиваля Максиму Мазуровскому. Сегодня мы с гордостью объявляем коллектив, который пять лет назад выступал уже на фестивале «Воздух» в 2009 году. Это Иван Алексеев, более известный как лидер группы «Нойз МС». Пожалуй, на сегодня это самый актуальный артист нового времени. Вновь мы встретимся на фестивале «Воздух» с уникальным, универсальным артистом. Это Игорь Растеряев. Когда в этом году он выступал на фестивале, мы уже тогда приняли внутреннее решение о том, что он должен обязательно порадовать наших слушателей песнями про русскую дорогу, про комбайнеров, про Юру Прищепного и вновь выступить на воздухе только теперь уже на территории аэродрома «Песке». И третье имя, не больше, не меньше, это легенда. С радостью говорим о том, что участником фестиваля «Воздух» станет Сергей Галанин, лидер группы «Серьга». Примечательно, что в июне следующего года коллективу исполняется 20 лет. И так уж сложились звезды, что пик празднования этого юбилея придется именно на фестиваль «Воздух». Это означает, что зрителей фестиваля ждет уникальная программа, которую Сергей Галанин исполнит в рамках своего юбилейного выступления на фестивале. Итак, «Нойз МС», Игорь Растеряев и Сергей Галанин, первые объявленные участники фестиваля «Воздух» 2014 года, а еще трех мы объявим 31 декабря под занавес уходящего года в эфире нашего радио и на сайте фестиваля «Воздух». Тем, кто еще не успел купить новогодние подарки, советуем заглянуть в магазин «Шанс». 28, 29 и 30 декабря в сети магазинов бытовой техники пройдет финальная распродажа. «От лица сети магазинов «Шанс» хочется поздравить всех наших покупателей с наступающими праздниками, с Новым годом, поблагодарить всех, кто был с нами все это время, сделал у нас покупки за лояльность, за преданность. Мы отвечаем всегда и старались, отвечаем всегда взаимностью и подготовили предновогодние дни 28, 29 и 30 декабря финальную распродажу, на которой всех ждут большие скидки, специальные цены, ну и, конечно же, подарки новогодние. Хочется пожелать нашим покупателям, их семьям комфорта, достатка в наступающем Новом году. Ну и те, кто еще не успел сделать подарки, прошу пожаловать к нам в дни этой акции. Никто не пожалеет, все будут довольны. По доброй традиции мы представляем новогодний клип, который подготовлен нашей телекомпанией и снят рекламным агентством «Прома». Смотрите его прямо сейчас. А я, Александр Гнетнев, с вами прощаюсь. Приятных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Новый год! Дубницы, дубницы радостно динят! Звон идет по все концы, саночки летят! Новый год, Новый год в гости нам идет! Весело всем вместе мы в третий Новый год! Весело всем вместе мы в третий Новый год! Редактор субтитров А.Семкин